Привет! Сейчас будет интересная история, в которой Аквамену пришлось убить своего родного брата, чтобы занять трон в Атлантиде. Как это произошло и к чему это привело, сейчас я вам расскажу. Приятного просмотра! И поставьте, пожалуйста, лайк! В Атлантиническом океане подводная лодка USS California регистрирует с помощью гидролокатора приближающийся к ней человекоподобные существа. Там же подводная лодка подвергается нападению и весь экипаж погибает от рук вражеских сил. В это время в зале правосудия Star Labs киборгу рассказывает новости полковник Стив Тревор, представитель Лиги Справедливости после вторжения Дарксайда. Уже тем временем на Мерсе Рифи в штате Мэн Артур Карри, напившись из-за недавней смерти своего отца, затевает драку с группой головорезов, когда они хотят съесть лобстера, с которым разговаривал Артур. В итоге он побеждает их, и когда последний из них пытается нанести ему удар, его нож разбивается в дребезги о грудь Артура. После бросив его в океан, Артур уходит, не подозревая, что Мера и доктор Стивен Шин наблюдают тайком за ним. В это время киборг использует подъемную трубу, чтобы телепортироваться на подлодку, и обнаруживает отпечатки рук на корпусе и отсутствие несколько ядерных ракет. Затем на него нападают те же самые враги, и во время побега у него повреждаются сервоприводы, хотя он забирает у одного из нападавших оружие, похожее на нож. Уже вернувшись в штаб-квартиру, киборг получает помощь от Флэша и Шазама, чтобы заполучить Супермена. Там же Чудо-женщину и Зеленого Фонаря. Зеленый Фонарь решает вправиться в Готэм-Сити за Бэтменом, который преследует приспешников Страшилы. Он захватывает их для Бэтмена, но также злит самого Бэтмена, которому они были нужны, чтобы привести его к Страшиле. Все же Бэтмен присоединяется к команде, и они проверяют поднятую подводную лодку. Там они понимают, что враг – это воины Земли по происхождению. Скоро Диана рассказывает, что эти воины из Атлантиды – существа, превращенные в подводных обитателей, мистическими трезубцем своего короля, после того, как видели оружие, захваченное киборгом. Воспользовавшись предложением Шазама, Бэтмен и Супермен решают встретиться с экспертом по Атлантиде, доктором Шином, в то время как остальные поручено найти саму Атлантиду. В это же время в самой Атлантиде принц Орм и Черная Манта встречаются с матерью Орма, королевой Атланной. Там они спорят об объявлении войны поверхностному миру, отмечая ущерб, нанесенный во время нападения Дарксайда. При этом Атланная говорит, что вулкан, убивший отца Орма, был вызван силами Дарксайда, в то время как Орм говорит, что это была Лига Справедливости с Дарксайдом. Он также говорит, что люди, загрязняющие Землю, в конечном итоге уничтожают и Атлантиду, что, по его мнению, является причиной для нападения на них в первую очередь. Атлана пытается заставить Орма замолчать и просит меру привезти Артура, ее второго сына, в Атлантиду. После Черной Манты используют корабль, голографически замаскированный под подводную лодку, чтобы атаковать Атлантис с помощью украденных ракет, подготовив поверхность для неспровоцированной атаки. В это время Доктор Шинд пытается рассказать Артуру, что его отец перед смертью попросил его помочь ему. Несколько мгновений спустя Доктор Шинд был убит солдатами Атлантиды, посланными Черной Мантой. Ошеломленный Артур такой атакой выбрасывает из своего разрушающего дома, но его спасает Мера, которая расправилась с солдатами, используя свой контроль над водой, и утащила его под воду. В это время Бэтмен и Супермен входят в дом Доктора Шина и обнаруживают, что его работа полностью уничтожена. Супермен воссоздает фотографию Кари и письмо от его отца, в котором говорится, что его сын наполовину Атлант. И Бэтмен решает, что они должны его найти во что бы то ни стало. Вскоре нападение на Атлантиду заставляет граждан и Орм потребовать войны и раскрыть военные планы, разработанные бывшим королем на случай конфликта с поверхностью. Королева Атлана заявляет, что им, возможно, придется открыться после столетий сокрытия и связаться все же с Лигой Справедливости. Где-то Артур просыпается с жабрами на вшей в подводных руинах Атлантиды вместе с Мерой, который объясняет, что он был в Атлантиде и что Атлана была матерью Артура. Как сама королевская особа, она не могла быть и с его отцом или Артуром, поэтому она уплыла, чтобы быть своим королем и Орм, хотя она все еще очень любит Артура и наблюдала за ним, когда он был еще ребенком. Однажды Артур встретил Атланну, когда плавал у берега. Теперь же Атлана верит, что Артур может помочь Атлантиде преодолеть пропасть между двумя этими мирами. Затем Мера переодевает его в королевские одежды, сопрятанные в Атланной в руинах. Там Артур с трудом, переваривая ситуацию, снимает доспехи и корону, оставляя только оранжево-зеленые треку Атлантов и поднимается на поверхность, а Мера следует за ним. Вскоре на них нападает траншея. Существа одолевают Артура. Одно из них укусило Артура за руку, из-за чего у него пошла кровь. Там же Лига Справедливости прибывает, чтобы победить траншею. Сам Орм слышит от Черной Манты, что траншу не удалось убить Артура. Орм и королева Атлана ссорятся, потому что Орм хочет развязать войну и раскрывает свои сознания Карри. Сама королева Атлана рассказывает ему, что знает о нападении на Атлантиду. Узнав эту новость, Черная Манта противостоит королеве, но ее трезубец побеждает его. Затем уже сам Орм наносит ей удар ножом в спину, убивая ее и становясь новым королем Атлантиды. После этого Супермен, Чудо-женщина, Зеленый Фонарик, Киборг Артур и Мера прибывает в Атлантиду и узнает о смерти королевы Атланы. Там у жителей Атлантиды сложилось ошибочное впечатление, что и убил обитатель поверхности. Затем герой терпит поражение от Орма, который принял мантию Повителя Океана и использует трезубец, чтобы ввести их из строя и запереть в каконоподобных капсулах. Даже сам Супермен истекает кровью, когда его атакуют этим трезубцем. После этого группу отправляют на съедение чудовищной темной впадине, в то время как Повитель Океана выводит армию Атлантиды на поверхность Земли. Чуть позже Артур уничтожает свою капсулу, используя силу трезубца и с помощью Супермена, а также его телепатического контроля над морскими обитателями. В итоге они спасают остальных и побеждают монстра. В это время в Метрополисе огромная переливная волна, созданная трезубцем по Витле Океана, используется для сокрытия армии Океана, которая достигает берегов и начинает атаку. Все военные бессильны, пока не прибывает Лига Справедливости. Уже там во время боя Супермен спасает Джона Генри Айронса, а Чудо-женщина Луис Лейн и Джимми Олсона. Там же на Артура нападает Черная Манта, которая рассказывает, что манипулировал поведителем Океана, и планирует сверхнуть и убить его, когда придет время, и забрать Атлантиду себе. Пока Черная Манта раскрывает свой план, Артур призывает акулу напасть на него, утаскивая Черную Манту под воду и убивая его при этом. В итоге Лига и Мера атакуют поведитель Океана, но снова теряет поражение из-за силы его трезубца. Там же Мера теряет сознание, Шазам превращается обратно в свою обученную форму Билли Бэтсона с помощью мистической электрической энергии трезубца. Киборг также пронзен, тяжело ранен, поражен электрическим током и выведен из строя. Чудо-женщина успешно отбирает у него трезубец, хотя она тоже выведена из строя и теряет сознание от электрической энергии, когда она держит его в руках. И Флэш и Зеленый Фонарь также теряют сознание от удара поведителя Океана. И даже Супермен получает удар в грудь и тяжелые ранения из-за мистических свойств. В итоге Карри становится последним, кто сталкивается с поведением Океана. Карри одерживает верх во время боя, потому что поведитель Океана не может использовать всю свою силу против Артура, учитывая его статус члена королевской семьи. Но все же, несмотря на это, поведитель Океана побеждает Артура силой трезубца, используя его для создания мощного взрыва энергии, который выводит его из строя и лишает сознания. В это время Бэтмен спасает Киборга от смерти, ударяет его электрическим током с помощью электрошокера. И Киборг рассказывает, что у него есть видеозапись, на которой Мастер Океана признается в убийстве своей матери, когда их схватили. В это время Мастер Океана едва не убивает Артура, пронзив его и серьезно ранил своим трезубцем. Киборг начинает транслировать признание поведения Океана по всему Метрополису, чтобы солдаты Атлантиды могли это увидеть. Ошеломленные этим предательством, солдаты не подчиняются командам поведителя, и Артур использует этот маневр, чтобы победить его. Затем он убеждает солдат отступить и заявляет о своем желании объединить Атлантиду и поверхностный мир. Уже позже в Атлантиде Артура коронуют как нового короля, а Лига Справедливости празднует это событие среди зрителей. Бэтмен также предполагает, что с появлением новых угроз им необходимо сплотить команду, а Киборг раскрывает планы по созданию сторожевой башни. В итоге Артур присоединяется к команде под именем Аквамен. Это прозвище, которое ему дали все в интернете, и которое он так ненавидит. И вскоре вместе с Мерой, которая теперь вызывает у него симпатию, отправляются сражаться с траншеекопателями за пределами Атлантиды. А уже в титрах видно, как Орм, заключенный в тюрьму Белариф, кричит охранникам, чтобы те его освободили. И к нему обращается всем знакомый Лекс Лютер, у которого есть предложение, которое он должен рассмотреть. А на этом все. Вот такая получилась история. Как вам она? Понравилась? Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить и других историй. Также я буду очень благодарен, если вы напишите свое мнение в комментарии. А я прощаюсь с вами. Буду ждать ваши комментарии. До встречи. Пока.